Всем респект, братва! С вами Райдер 120 Гигабайт, и сегодня я хочу обсудить с вами очередную игру, которая меня беспокоит. В данный момент очень уважаемая игроками студия Rocksteady, которая подарила нам великолепную трилогию Batman Arkham, разрабатывают новую игру под названием Suicide Squad Kill the Justice League. И с ней не всё в порядке. Игра была перетяна с мая этого года на февраль 24-го, после негативной реакции игроков на показанный геймплей. Сегодня мы вспомним предыдущие проекты Rocksteady и просуждаем о том, что происходит с их новым проектом сейчас. Ну а перед этим по классике, конечно же, я попрошу вас поставить лайк, если вам понравится видос, подписаться на канал, если вы ещё не подписаны, а также залетать к нам в телегу, где опущу разные игровые новости, ну и всякое другое жизненное. И, конечно же, в очередной раз призыву вас подписаться на мой твич, приходите на Тёмную Сорду Силы, пожалуйста, ребята, там мы общаемся в онлайне, чтобы мы с вами были на связи не только в комментариях. Погнали! Как я уже говорил ранее, да вы и сами, я думаю, знаете, Rocksteady ответственны за серию игр Batman Arkham. Они отвечали за разработку Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Ещё в этой серии был Arkham Origins, разработанная Warner Bros. Games Montreal, но она полюбилась игрокам меньше, чем трилогия от Rocksteady. Хотя, на самом деле, она была не так уж и плоха, как выяснилось чуть позже. В серии Arkham долгий являлась одной из лучших среди игр по комиксам. У серии было отличное развитие, если в первой части мы бродили по психушке, то вторая часть перенесла нас уже в сам Готом, ну а в третьей нам ещё выдали Бэтмобиль. Геймплей тоже оставался верен себе, но получал при этом развитие. Всё тоже стелс, вроде узнаваемая боёвка, но новые плюшки добавлялись с каждой игрой. Плюс отлично поставленные кассцены и сюжеты с интересными поворотами. Ну и, конечно же, в играх была мощная атмосфера, которая способствовала ещё большему погружению. В общем, докопаться к серии Arkham довольно сложно. Можно вспомнить, ну, разве что не очень хороший ПК-порт, последние игры серии, из-за качества которого игру даже снимали на время с продажи. Однако после исправления всех ошибок она тоже заняла своё место в сердечке геймеров. Для меня лично лучшей частью внезапно является первая. Она оказала на меня какое-то очень большое впечатление в своё время, и хотя остальные игры тоже вышли отлично, и лично для меня Arkham Asylum является какой-то особенной и самой запоминающейся. На третьей части Rocksteady завершили историю Бэтмена и начали работать над новой игрой, про которую долгое время игрокам ничего не рассказывали. И вот в 2020 году нам показали первый трейлер новой игры от легендарной студии Suicide Squad Kill the Justice League. Учитывая то, что Rocksteady себя зарекомендовали как отличный разработчик игр, особенно если мы говорим про супергеройские боевики, можно легко понять хайп и высокие ожидания игроков, которые уже начали рисовать у себя воображений новый убойный хит. Гениально! Это шедевр! Это шедевр! Пенёрка! Хотя если говорить про меня, то, каюсь, я вообще-то пропустил анонс этой игры и узнал о ней совершенно недавно. Буквально год назад, когда вышла Gotham Knights. Игра, которая вроде как является продолжением серии Arkham, но рассчитана на кооператив и сделанная всё той же Warner Bros. Games Montreal, которая была ответственна за Arkham Origins. И вот она вышла и провалилась. Игру ругали за всё. Дурацкий сюжет, плохая боёвка, скучный, открытый мир, отвратительное техническое исполнение. В общем, Warner в погоне за баблом от фанатов не смогли прыгнуть в широк стаде и выпустили среднестатистический такой игросервисный проходняк. На фоне неудачи, Gotham Arkham ожидания новой игры от тех самых Rocksteady усилились ещё больше. В том числе и у меня. Именно тогда я пошёл гуглить, а что там делают Rocksteady, узнал про Suicide Squad и начал следить за разработкой игры. Хотелось бы тут от себя добавить одну вещь. Если честно, я немножко был разочарован, что анонсировали игру именно по отряду самоубийц. Потому что для меня лично, да, это прикольные герои, они забавные, но Бэтмен, он такой мрачный персонаж, понимаете. Он открывает нам возможности какие-то, знаете, сюжетные такие драматические моменты показывать, да. Что-то глубокое, переживания, значит, нашего главного героя, там, смерти родителей, вот это вот всё. Всегда Бэтмен был очень мрачным. А отряд самоубийц, ну, я не знаю, я комиксы ещё раз не читал. Я только смотрел фильм, который, ну, максимально дурацкий, я думаю, вы все знаете печальную историю этого фильма. Ммм, отряд самоубийц, короткое мнение. Отряд самоубийц, говно. Да вы шутните, ребят. И вот у меня какое-то отношение такое, что, типа, блин, ну вот, ну вот, зачем же они выбрали? Ну, взяли бы лучше какого-нибудь Робина, там, знаешь, там, его какую-то там драму показали, ещё что-то такое. А отряд самоубийц всё-таки максимально какие-то герои несерьёзные, да. Но, тем не менее, в любом случае, как бы, это же Рокстаде. Ну, Рокстаде разве может сделать хреново? В первом трейлере нам показали город Метрополис под атакой главного злодея Брэйнека. А также стычки с Флэшем и Суперменом, которые, видимо, находятся под его контролем. Как и вся Лига Справедливости. Позже, кстати, было анонсировано и появление плохого Бэтмена. И так как все хорошие герои находятся под контролем главного злодея, убить Лигу Справедливости отправляют тот самый всем известный отряд самоубийц. Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Король Акул. В общем, завязка вполне себе интересная, однако, чтобы понять, что же сама игра из себя представляет по геймплею, нужно было дождаться, собственно, демонстрации геймплея. Благо, долго ждать не пришлось. На презентации Sony нам, наконец, показали геймплейный трейлер ожидаемой игры. И плохая новость заключается в том, что нам снова показали какой-то игросервисный кал. В игре почти не чувствуется рука маэстро, создавших легендарную серию Arkham. Трейлеру наставили в три раза больше дизлайков, чем лайков. Игроки были раздосадованы, что после восьми лет ожидания шедевра от Рокстеди, они получат очередную игру-сервис от Ворнеров. Во-первых, снова направленность на кооператив, так же, как и в провальной Готэм Найт. У нас четыре персонажа, и да, если вы играете в соло, вам дают возможность приключаться между ними. Но при этом игра требует постоянное интернет-соединение. Во-вторых, снова прокачка через систему экипировки. Господи, боже мой, как она уже всех заколебала. Боже мой! Зачем это в такой игре, я вообще-то не понимаю. Ну и в-третьих, конечно же, боевой пропуск, скины и вот это вот всё стандартная залупная, да, анальная монетизация. Люди писали, что потеряли интерес к игре, что игра больше напоминает громкие провалы. Тут же Готэм Найтс или Marvel's Avengers, а также Антем от Electronic Arts, боже упаси. В общем, одно сплошное разочарование. И вот после критики в адрес игры нам приходят новости о том, что игру переносит с 26 мая 2023 года на 2 февраля 2024, то есть на целых 9 месяцев. Многие начали радостно орать в комментариях, что вот, комьюнити показала проклятым Ворнерам, что нам нафиг не нужна очередная игра-сервис, поэтому они испугались и решили переделать игру. Но так ли это на самом деле? Сами Rocksteady выступили со стандартным заявлением из серии «К сожалению, мы вынуждены перенести игру, чтобы предоставить игрокам более качественный игровой опыт. Спасибо нашему замечательному комьюнити, который нас поддерживает и бла-бла-бла». Однако все эти слова совсем не означают, что Rocksteady Ворнеры посмотрели на отзывы игроков по трейлерам и решили такие «Бля, мы снова делаем какую-то залупу, давайте переделаем игру так, как они хотят». К сожалению, такое возможно только в идеальном мире, а мы живем в том мире, который очень уже долгое время, особенно последние пару лет, скатывается в глубокое черное очко. Мои мысли по этому поводу подтверждает и всем известный инсайдер Джейсон Шрайер, который заявил, что перенос игры связан прежде всего с полировкой технической составляющей, а не критикой игроков на геймплей. Да и сами подумайте, переделать геймплей за 9 месяцев, то есть перебрать всю основу, но это на самом деле невозможно. Может, они уберут требования постоянного интернет-подключения, но я уверен, что сервис элементов в игре будет тьма. Ворнеры всегда этим славились, и даже славные Rocksteady не смогут идти против такого крупного издателя, если он хочет выкачать много денег из фан-базы. Однако я все же жду игру и надеюсь, что у игры будут позитивные стороны, что будут интересные персонажи и сюжет, ну хотя бы, а не хринжатина, как там в Marvel's Avengers или Gotham Knights. Может, у них получится сделать чудо, и у игры будет также интересный игровой процесс, да, не захламленный всякими игросервисными элементами, они, может быть, будут существовать как-то отдельно и не будут нам мешать наслаждаться игрой. Однако мне кажется, что игру уровня серии Arkham тут ждать не стоит. Подтверждает это и главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон, который говорит, что команда разработчиков так-то оптимистично настроена и верит в свой проект. И что они говорили, что это не второй Gotham Knight. Может быть, они и правы, может быть, мы и на самом деле куча токсиков, которые стригерились на лайв-сервис элементы, и не видим за ними хорошую и интересную игру. Мне очень хочется в это верить. Хочется верить в то, что Rocksteady не продалась с потрохами идеям Ворнеров, но узнать правду мы с вами сможем только после релиза игры, который намечен, напоминаю, на 2 февраля 2024 года. Если ее, конечно же, не перенесут в очередной раз. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что нас ждет очередной игросервисный кал или все-таки Rocksteady смогут. Верите ли вы в этот проект? Что вы от него ждете? И получится ли у Rocksteady, несмотря на все проблемы, несмотря на давление, наверное, которое точно присутствует со стороны Ворнеров, сделать и подарить нам хорошую игру. Ну и в очередной раз, конечно, а лось поставь, если понравилось видео. Спасибо большое, что досмотрел до конца. Жесткий респект, ребята. Твич, Телега в описании. Подписывайтесь. Жду всех везде. А на сегодня это все. С вами был Брадер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok